всем привет сегодня покажу вам еще одно незапланированное блюдо сейчас вы узнаете почему незапланированное потому что я купил не то мясо это по идее должен быть флэнк стейк но я был без очков и я купил верхний под бедерок ну раз я его купил не выбрасывать же теперь из него я приготовлю тоже прекрасное замечательное очень знакомый в германии блюдо у меня телятина но лучше покупать говядину потому что она толще мясо будем варить она естественно уменьшится в размерах срезать мы ничего не будем мы оставим все так как есть варить под бедерок я буду как обыкновенный бульон отправляю кастрюлю заливаю кипятком и без ничего поварю буквально 15 минут так 15 минут и стекли отправляю мясо в сито промываю его возвращаю мясо в чистую кастрюлю добавляю 2 лавровых листа у меня маленькие поэтому 4 2 гвоздики 5 горошин черного перца из десяток можжевеловых ягод ягоды я предварительно раздавлю чтобы они лучше раскрылись добавляем кипяток чайную ложку соли без горки добавлю еще немного воды а как это мало отправляю вариться на плиту доведу до кипения убавлю температуру и буду готовить примерно полчаса за эти полчаса я буду снимать образовавшуюся пенку позже я добавлю овощи здесь у меня обрезки от сельдерея лука порей петрушки и моркови все овощные обрезки помыты тщательно к мясу я подам брокколи которую разберу на небольшие соцветия кальраби порежу на брусочки морковь у нас продажу уже появилась молодая морковь я ее почистил обрезал чтобы она была вся одинаковая и вот в этом месте обязательно нужно будет удалить грязь просто у меня сегодня есть время я могу вам все это показать вы можете конечно сделать намного проще взять морковь почистить и без всего вот этого затем моркови я придам форму вот таким вот ножом небольшой отросток ботвы я оставлю так будет смотреться красиво на тарелке обрезки вот эти не выбрасываем их можно добавить либо в суп либо в картофельное пюре да много куда можно добавить и к этому блюду очень хорошо подойдет сельдерей кожуру я очистил она пойдет в бульон а сам овощ я могу вот так вот ну а зеркой на делать вот таких вот пол сфер так ну сельдерея будет достаточно после овощей занимаюсь картофелем небольшие клубни картофеля я почистил разрезал пополам ну и теперь им придам вот такую вот форму я этому показываю как это происходит на кухнях ресторана в которых я к счастью не работаю это может быть в начале поварского пути интересно а потом не совсем такая работа в основном для учеников из всех вот этих обрезков я сделаю картофельное пюре с добавлением моркови на кухне мало что выбрасывается на кухне в основном все перерабатывается сами таким занимаюсь один раз в пять лет не чаще да как вы заметили я все делал на одной доске но потому что я овощи и картофель сейчас буду отваривать только поэтому вода уже кипит я начинаю бланшировать овощи полтора литра воды я добавляю две столовые ложки соли вода должна быть хорошо посолена тщательно перемешиваю чтобы вся соль растворилась и первым я отправляю готовится сельдерей потому что сельдерей он быстро теряет цвет если он на свежем воздухе так как я его не обрабатывал ни кислотой и не заливал водой но время приготовления сельдерея и кальраби одинаковое ну почти одинаковое поэтому я их отправляю готовится одновременно можно даже прикрыть крышкой отдельно я подготовил чашку с холодной водой и у меня в морозильнике есть лед его я буду использовать для охлаждения овощей после того как они приготовятся так на дальнем плане полчаса прошло и я к мясу добавляю овощи точнее обрезки если вы будете готовить с говядины то говядина дольше готовится принципе эти овощи можно добавить и через час бульон я уже попробовал и можно добавить еще смело немного соли пробую овощи на готовность еще минутку в чашку с водой отправляю лед и готовы овощи охлаждаю этим самым я прерываю процесс варки чтобы они у меня не стали мягкими ну теперь варю морковь морковь покипел у меня буквально пять минут я сюда же отправляю брокколи чтобы они приготовились одновременно ну так просто быстрее если вы конечно не уверены то сначала приготовьте морковь а потом отдельно уже приготовьте брокколи окно и овощи готовы отправляю их в чашку с холодной водой и в этой же воде я отварю картофель ну так чтобы он сохранил форму и не распался поэтому время от времени обязательно проверяйте ножом картофель у меня уже готов он проварен чуть чуть больше чем аль денте я его охлаждать не буду отправлю сразу в кастрюльку со сливочным маслом потому что он мне дойдет и так точнее ему уже не нужно доходить ну а вы проварите картофель так как любите вы и потом охлаждайте в холодной воде картофель добавлю немного мускатного ореха и овощи тоже растоплю немного сливочного масла и добавлю к овощам растопленным маслом поливаем овощи ну и тщательно перемешиваем все овощи у меня готовы я их могу как убрать в холодильник и перед каждым обедом брать столько сколько я съем подогрел съел все это очень удобно эту воду пропущу я через сито и сразу же не отходя от кассы сварю пюре используем одну и ту же воду чтобы нам по сто раз и не кипятить картофель с морковью готовы воду я слил добавляем немного сливочного масла натираем немного мускатного ореха и при помощи толкушки измельчаем ну измельчаем не полностью в пюре а чтобы все-таки какие-то кусочки моркови и картофеля присутствовали добавляем немного молока и все тщательно перемешиваем вот и все картофельное морковное пюре готово мясо готово отправляю его в чашку и процеживаю бульон через бумажное полотенце пока бульон процеживается я занимаюсь мясом так ну вот мясо еще теплый и вот теперь я срезаю все жилки и весь жир который я не хочу чтобы присутствовал на мясе теперь нам нужно определить как проходит волокна вот если вот мы вот так немного мяса расширим то видно будет что волокна у нас вот до этой части идут именно вот так а вот с этой части они уже идут так поэтому я эту часть разрезаю пополам и нарезаю мясо против волокон то есть я волокна перерезаю я понимаю что у меня кусочек мяса маленький сам по себе но тем не менее так будет вкуснее я порежу полностью все мясо на порции так ну вот здесь вот вы видите что волокна проходят именно вот так поэтому здесь в этом случае точно также волокна перерезаем порционное мясо пока заливаю бульоном который уже процедился и готовлю соус в кастрюльку я добавил небольшую луковицу и 50 грамм сливочного масла лук я немного от пассирую без придания ему цвета добавлю 50 грамм муки и слегка обжарю добавлю 200 миллилитров сливок и добавлю 400 миллилитров нашего бульона немного убавлю огонь и дам соусу покипеть а я в это время почищу хрен прямом смысле этого слова ну и натру его на терке старайтесь голову держать немного подальше от терки так как хрен он в ядрен окно этого будет достаточно соус прокипел вкус муки вы вывелся добавляю немного лимонного сока соль я уже добавил далее я соус пропускаю через сито так как я не хочу чтобы у меня присутствовал в нем лук если вас лук не смущает вы можете просто соус пробить погружным блендером и оставить лук там же и в соус добавляю свеже натёртый хрен дам еще одну минутку покипеть и делаю подачу так на супруга пожилого с нормальным картофелем ну и соуса вторым сразу что такого соуса много не бывает пойду ее кормить ну и оформлю еще одну тарелку для меня я буду есть с картофельным пюре ложки смачиваю теплой воде и формирую картофель вот таким вот образом это не сложно в ресторанах наверняка такие порции намного меньше но я же не в ресторане я же дома ну а мясо у меня остается в бульоне когда я проголодаюсь я смогу всегда подогреть и съесть до касаемо этой части мяса ее можно купить либо в специализированных магазинах либо заказывать специального мясника мой обед готов буду надеяться что не разочаровал если видео понравилось не понравилось и желательно конечно знать если не понравилось то что именно не понравилось чтобы я мог реагировать чтобы я мог предпринять какие-то действия дизлайк без комментария не сделает мою последующую работу лучше имейте это ввиду хорошего вам дня